здесь ни одной не исправлены ни точки не запятой посылает реведи отчета и так видели абрикос у меня спросите она не сама не знает что она меня но как бы ватетку получила дашь не помню сто процентов и веточка вот я и так и так и на и на фаину последний вариант один заварят и на байк но плоды не садат огромные сажайте новые саженцы уже некуда вы понимаете я сейчас только доказал что я не брал ничего науки так ничего а мои уже разошлись сотни адресов и уже сейчас вот опять у меня вот сейчас нефедор прислал это сама фотография еще не глядел вот я потом попрошу нефедова он присылал их допустим 50 или 100 меня интересует а нету папочкой собрать мне очень сложно потом глаза срезаться я потом соберу папку но мне нужно что или они имеют смысл как учет учебная где-то пара слова семечка где-то что-то то что потом пригодится для книг для все вот эти я выберу оттуда так и те которые вы скажете что валерий константинович это именно ваши там же не все мои вы написали я отчитываюсь вот поэтому я обращаюсь нефедор пожалуйста я уже эти ладно папочку сам соберу напишу не федор и в архив вот все доедены но козырять буду некоторыми уже как учебными и как запредельными то есть вот оно не росло а сейчас вдруг растет а то получается что это в общем то обидное письмо да заметьте фамилии не называл они бы выглядел глупо бредно вот те дамы которые ополчились на меня в детстве я говорю этот дачо почему я начал с теми резиск саду из-за вашего этого письма но не знаете вы пожалуйста умоляю вас давайте не будем собачьи вот видите как я тот сменил я уж костики побесел эти самые подарю эти роскошные и нероскошные пожалуйста у вас какие же будут вот почему надо упираться это или когда другая очень известная абрикосовет абрикосовет съездила узбекистан ну я бы тоже съездил за казенные деньги вы извините эти деньги можно было доехать до байкалов до железа до бодна рада до до латинкова ну видите как получается ничего не получается и вот смотрите один из вариантов я упоминал что супер плоды получились сажать новый сажен уже некуда у нас страны земля нет но так хочется работать это амеликана на непривитых плоды вкусные до скромных размеров они по четыре метра мы все равно заметьте уже не дичьки раз вкусная вот тоже помните меня пинали вырастут жердели и помните выросли жердели и дичьки через слой слова и а я говорю что дичьки это дичьки а жердели это культурные растения просто они не пусть и потому что эти дамы не могут знать столько сколько я вот у меня сеть наброшена всю страну на украину белоруссию казахстан и проще и проще поэтому я знаю примерно раз 500 больше и они делают выводы по принципу но где же щи железа мог взять 100 граммов поверьте не вот таких вот это 130 грамм нигде никогда не в одном учреждении найдете почему они себя ограничили я уже говорю-говорю-говорю может быть дойдет потом брату говорю вырежь этот кусочек напиши это выпускницам тимиреевской академии посвящается ну даже если никогда то узнать не надо ведь доказав не мне ведь это публичная переписка что железов никто звать никак и эти плоды эти из институтов но он и пойдет ближайший институт а там вот такие роскошные на на сайте однодели вот такие вот морюхоньки такие вот такие вот поехали дальше и вот она спрашивает может стоит попытаться прививать крону таких абрикосов но место не позволяет привайте ведь приходится все такими а уже кусая но скромно уже не устраивает привайте четыре метра высотой там 10-20 скелетных веток можно привить возможно что и на родных ветках плодок укропняться но и тут уже вижу и так и когда она будет прививать сверх крупные а у нее они есть вот они вот они сверх крупные она надеется что это значит векдативная гиблия существует вот эта дама это моя любимая любила для меня это такой подарок эти слова возможно укропляться но но наука не верит те самые пустив стимиразики не верят помните это самое векдативная гиблия зация это уже наука это надо было взять и берите сами-то не знать не могут не могут они никак знать за ног или нет 30-х 50-х годах ли я было предпринято это пришли к выводу 30 50-х годы за сколько лет назад был через 20 100 исполнится поехали и вот она пишет у меня сейчас я обратил внимание я не внимательно хоть и уже сто раз это видел я это это письмо у меня 55 деревьев абрикосов вы решили скосы ну людмила и далеко не могу я вас не просто поцеловал я бы вас в усмирь зацеловал половина из них я привела вашими черенками но вот незадача каждый год во время цветения случаются заморозки и плодоношение прямо скажем скромное благодаря выжившим цветочкам надо больше разброс по срокам созревания милой людьми но нам хватает за счет количества деревьев еще одна мудрая есть помните я говорю берите борщики садите дальше к среду своему перепутала все сорта не знаю где какой просто хотелось чтобы были разные абрикосы правильно разные потому что у них будет сроки созревания разные это очень важно и вот что интересно одно дерево каждый год дает плоды гораздо крупнее остальных абрикосов то есть у нее выделялась дерево вот оно видели внимание свет 930 грамм не какой-то один выделился а все дерево среди а дальше как бы сразу увидеть вот так вот это мой бенефис наш с Людмилой вот это да Людмила меня я уже в шутях говорю увольняюсь, пусть Людмила ведет эти вебинары представляете 133 грамм я самое крупное 120 грамм держал и то без фотографии фотографии у меня самые крупные 118, ну что мне делать-то друзья а? все? вот так вот а это мой праздник вот, так вот таких плодов а на дереве, целое дерево таких вот, нет ни одного в ученом саду, повторяю обеднили себя тем, кто отказались от Мичурина назвали витокинную гумизацию уже наукой ну сколько говорит-то ну вот уже кто-то должен ну хоть один но ведь это же все равно где-то должно дойти до науки ну мне кажется должно ну где-то кто-то в той же темирязевке ну кто-то аж это уже и ребрик за меня заступался обратите внимание на железо вот ну узнал от них, что железо проходилось ну годы идут это уже и что Людмила проходилось пошла на рынок вот такие сливы на рынке крупные бывают абрикосы никогда не видел как правило средние ну они же знаете как с непривитых деревьев и вот что интересно да второй случай шаламая так третий случай а нет дайду до этого ладно люблю люблю поговорить ну что делать опять скажут ну что ты железо нет бы проще сказать но тогда уже все закончилось это не знаю не знаю но не знаю